Люди должны получать информацию о том, какие меры принимаются после ситуации с незаконными сбросами в ручей, заявил глава округа Максим Красноцветов. Вместе с активистами проекта «Чистая страна. Единая Россия» он встретился с жителями поселка Ковезин, обсудил планы и работы, которые уже проведены по устранению последствий излива. Первое, что хотелось бы нам узнать, откуда это все течет. Компетентные органы ведут расследование по этому вопросу, в том числе и Росприроднадзор, полиция. Напомню ранее, после комиссионного обследования территории у ручья в Ковезине обнаружили 8 врезок в сети ливневой канализации. Все они демонтированы. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». Своё расследование ведёт и Росприроднадзор. Цель первая – проинформировать жителей о том, что происходит. Организовать здоровое взаимодействие, именно контакт, коммуникации. У людей в первую очередь возникает вопрос, что происходит, предпринимаются ли какие-то действия. Я бы разделил эту проблематику на несколько составляющих. Первое, наверное, то, что отфиксировали уже, что сделано. Второе, мы понимаем, что делать. И третье, мы сегодня выработали здоровый алгоритм взаимодействия, в том числе и с жителями. В ближайшее время мы проведём совместную встречу вместе с предприятиями, вместе с жителями, которые сегодня присутствовали на этой встрече. И я думаю, что когда лицом к лицу встретятся все участники этого процесса, в том числе и руководители тех юридических лиц, которые примыкают, я думаю, что шансов повторения подобной ситуации будет меньше. На сегодняшний день проведена откачка загрязнённой жидкости в количестве 10 тонн. Её передали на утилизацию в специализированную организацию. Размещены боновые ограждения, сортирующие вещества. Работу по размещению сорбента на ручье продолжат в соответствии с погодными условиями. Вопрос на особом контроле надзорных органов и администрации округа. Жанна Ловенникова, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.